На этот вопрос нельзя ответить односложно, конечно, защищаться или отступить. Вот апостол Пётр хорошо сказал в своём послании, что будьте готовы всегда дать отчёт своему пованию, если с вас это требует. Конечно, есть люди, которые интересуются Писанием, интересуются жизнью христиан, и иногда они задают провокационные вопросы, но сами на самом деле хотят внутри себя, чтобы их переубедили. И, конечно же, к таким людям надо относиться с терпением. То есть нужно рассказывать им о своей вере, независимо даже от того, как они реагируют. Они могут быть негативно настроены, агрессивно настроены. Но я часто встречался с тем, что рассказываешь человеку о вере, он тебе противоречит, он с тобой спорит, а впоследствии он принимает твою точку зрения. Потому что Слово Божие является семенем, и даже в негативно настроенного человека можно это семя посеять, и оно может потом принести всходы. Но, конечно же, есть люди, настроенные очень агрессивно. И мы должны понимать то, что в этом мире, помимо Бога, существуют и силы зла, которые противостоят церкви, противостоят христианам. И как в этой ситуации себя вести, в этой ситуации, когда агрессивно клевещут, оскорбляют и так далее, и так далее. Для нас примером, конечно, является Иисус, потому что Он все это пережил сам и сказал, ну, следуйте моему примеру, потому что меня слушали и вас будут слушать. То есть всегда найдутся люди, которые будут принимать вашу точку зрения. И будут те люди, которые будут всегда противодействовать этой точке зрения. И Иисус, не теряя своего достоинства, в то же самое время Он не отвечал оскорблением на оскорбление. И часто уходил просто от этих разговоров. И я думаю, что в книге-притче хорошо написано. То есть если человек агрессивен, настроен против тебя, отойди от него, потому что важнее сохранить мир и самому не уподобиться таким людям, которые оскорбляют, которые обижают и так далее. И апостол Павел об этом тоже говорил, что рабу Господу не нужно ссориться, а быть миролюбивым ко всем, терпеливым. И, конечно же, это не слабость, потому что, кажется, если я отвечаю ударом на удар и репликой на реплику, что у нас часто сегодня в соцсетях происходит, там прям баталии такие христиане ведут. И что они этим самым как бы становятся сильными и защищают свое достоинство. На самом деле большая сила — это удержать себя от оскорблений, удержать себя от ответного удара. Вот для этого нужна на самом деле духовная сила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова